Молитва! Духа, мы просим Тебя благословения на эти занятия. Мысль направь к горнему, к вечному. Но, Сына, научи прощать всех, кто виновен против нас. Просить прощения перед кем мы виновны. Очисти сердце от всякой скверны. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Всех Христос. Сегодня продолжаем изучать послание Галатам по толкованию Фетилакта Болгарского. С 16 стиха 5 главы прочитаем предыдущий материал. В свободе, призванные вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. 16 стих. Я говорю вам, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Толкование. Сказав, что угрызать и снедать пагубно, он указывает и врачевание против этого, которое и любовь сохраняет, и само сохраняется ею. А именно, чтобы они были духовными. Ибо если мы будем духовными, то будем сильнее любить. А если будем любить, будем духовными. И затем не будем совершать плоской похоти. Размышления такие есть на тему «Жизнь по духу». Ну вот недавно, как раз я говорил, день назад, ко мне пришел старообрядец один знакомый. Ну и начали беседовать. Ну и зашел разговор, я говорю, ну и вот тогда, когда духовная, я говорю, будет у нас все время преобладать. Я говорю, ну ты же знаешь, духовная это Библия. Он, не только Библия. Я говорю, а еще что? Ну и еще там поступки наши, там еще начал что-то рассуждать. Я говорю, ну а конкретно ты мне скажи, где написано, что духовная. А я тебе скажу, где написано в Библии. Она упадет отсюда. Шерсть, она упадет отсюда. В послании Тимофея написано, что Евангелие духовно. Он такой задумался. Я говорю, ты не знал, что духовная это только библейская? Не знал, буду. Сейчас пойду и посмотреть. Так что апостол Павел-то обращается как в пустоту. Я думаю, что ни один этот старообрядец не знает, что духовная это библейская. Иначе бы искали только этого. Я вопрос задам. А вот духовная от телесного, легко отличить или нет? Или какой-то опытный уже? У кого есть ответ? А что именно духовная от телесного? Духовную жизнь от телесного? Ну, к примеру, так. Петр считается у католиков главным. От него идет. Но к нему в Рим прибыл Павел. Это другая каноническая территория или нет? Другая. Имел ли право он там рукополагать, и как сегодня, что нельзя? Было это или не было в первоапостольской церкви в духовном плане? В телесном понятно сегодня. Епископа нет, все, заумирало, кончилось, Христа нет. Вот как вот на нас сегодня и показано было, что веры-то в людях никакой нет. Ни благодати, ни веры, ничего. Чтобы была крыша, епископ. Все на этом закончилось. А кто у вас епископ? Понимаете, епископ. Понимаете? Даже не... Ну, а я варианты такие. А епископ, если вот как сейчас убитый, дальше что? В этот же день мы побежали искать еще епископа. Никакие варианты не прорабатываются. В духовном плане, в духе, мы связаны с Богом или потеряли связь от того, что епископа нету? Или то, что нас сбросил, как баланс? Видишь, волка грядущего бросил. Бросил наемник, потому что. Бросил. Где общины? Никого нету. Это духовное отношение или плотское? Вы не забывайте, что вот то, что сейчас делается, это все замысел президента был. У них задача, чтобы нигде ничего не было. Все под контролем. А мы? Неизвестно, какие мы. Кто? Где духовное, где телесное? Ну, я думаю, птицы слетаются к подобным себе. Я о духовном и о телесном говорю. В конечном итоге, ну, я не знаю по времени как, но духовное обязательно увидеть, что это плотяной. А плотяной, что это духовный человек, ему не дано это определить. Но я так понимаю, что это относится уже к благодати. Вот там разговор идет апостола Павла. Вот к этому, наверное, вы подводите, да? Надо смотреть, как было в Библии, как у святых отцов. Было ли такое, чтобы вот так вот взять и бросить, или кому-то передать. Я передаю там куда-то в другое. Нет, я не читал в жителях. Мировой истории не было никогда. Значит, если сегодня это правильно, тогда вся мировая история церкви Христовой, имею в виду, неправильная. Теперь, если спасение мое зависит от того, что как по отношению меня будет настроен епископ, не за мою вину, конечно. Тогда церкви никакой не было. Ее и нету. Это земное устроение. А вот тут регламент они установили, без него никуда. А он к нам имел отношение, епископ? Нет. Вымешивался? Нет. За 25 лет? Ни разу и никак. А в чем дело? Никто не может ответить. А ты научись мыслить категориями священного писания. Прямо Павел пришел, уверовали, пошел дальше. А потом каждой церкви рукоположил при святерок. Каждой церкви. Но независимый друг от друга. Пишет Коринфянам. А у вас послание прочитали, говорит Кладий Киевский? Чисто. Прочитайте, которое Кладий Киевским? Коринфянам пишет. То есть одно послание нужно было переносить. Но никто ни перед кем не ставил задачу. Ты не наш, я не ваш. Этого не было. Вся церковь Христова единая была. А потом вот это вот градацию-то произвели, уже ни одного шага не могут. Никак. А вот нам нужно так. Синода нету. Все пропало. Патриарха нету. А Петр Первый отрубил. Патриарха нет. 200 лет без патриарха. И прошли нормально. Одним махом. Подписал ее. Патриарха нету. Вообще нету. А какого патриарха поминать? Да нет его нигде. Его нету. До этого пришел Петр. Вот это духовно ты должен сравнивать с тем, как было в Духе написано. А не под расположение твоего сердца. Я вот даже представляю, если бы там был, мы могли бы кого-то спросить, а кто епископ? Никогда. Какое это отношение имеет к спасению? Кто у тебя епископ? Или его нету? Но ты его признаешь, да, вот в этом смысл. Да, я признаю. Спросите у Марии Египетской, а кто у тебя епископ? Она даже не поняла, обо чем речь идет. А подвязались тысячи где? А кто епископ-то? Понятия не имею. Они не выходили, они выходили, как Ануфли. Выходил, а 70 лет человека не видал. И какой у него епископ? Да за это уже у меня пять епископов переменились. Сегодня вот, я называю, манкуртизация мозгов. Ни шагу. Батюшка благослови, батюшка благослови, батюшка благослови. Я никогда к священнику не подхожу, не благословляюсь. Они даже обижаются. А вот ты был, а не благословился. Я говорю, и что? Я тебя признаю? Ну, если так, то уже здорово тебе надо. Благослови. Благослови. Утешь свое тщеславие. У меня нет ничего, на что бы я подбегал, к тебе и кальнялся. У меня все есть. Мне нужно, чтобы машина не опрокинулась. Благослови проповедовать. Зачем проповедовать? Благословение, когда Бог благословил. Благослови считать Библию. Поклоны делают. Они на желудоком, она там увидела ее, там хозяйка-то. Поклоны говорят. А тебя кто благословил? Она в Евангелии стала считать. Поклонизированная. То есть, эта шапочка благословения их лживых приросла к мозгам. И на них смотреть, это тебе уподобиться им надо. Ты бери выше. Вот апостолы, вот они идут. Люди обращаются. По скайпу мы говорили, где это у нас видно, что он вышел. Сегодня епископ, на площади обратилась какая-нибудь торговка. Ну, Лидия, торговавшая Багреницу эту. Но если сочли, что я угодно Господу, но вы же не Господь, нишин, поэтому пойдемте ко мне в гости. Пойдет епископ? Да у него охрана какая со всех сторон, как у патриарха. Почти плененные. Духовная, это значит свобода. Где нет свободы, там рабство. Где дух Господень, там свобода. Вот это для меня эпиграфом стало в самом начале. Дух Господень. А если не могут без епископа шага, там нет ничего. Там мирским духом все пропитано. Им нужна структура. Ради структуры Сергей Строгородский пошел на полное подчинение советской власти. Сохранить структуру церкви. Зачем она нужна тебе, структура, когда ты погиб от нее? А ему это нужна. Мне она не нужна. Ему нужна, она от этого питается, кормится. Теперь налоги накладывают на епархии, епархия давит всех. Вот к Новому году Андрей Кураев показал, ужас один. Сразу объявили, епархия, то есть патриарх требует с епархией в пять раз больше, чем в прошлом году. Но кое-как сторговались в два раза только больше. А эти-то теперь где? Ну у него нет еще новой епархии, надо новые стены, новые здания, новые машины. Где Христос-то здесь? Покажите. Некогда. Все сделано для того, чтобы только плотскими категориями мерили. И они вот такие вокруг эти бегают, и они подвывают, кусают, а там ничего нет. Никакого внимания, только молись за них. А может быть по-другому? Не может. Все желающие жить благочестиво будут гонимы. Ты говоришь, что хочешь быть святым, не пить, не курить, не проще молиться, ты будешь гонимой. Ты сразу скажи. Вслед за тем, что ты делаешься благочестивым, будут гонимы. Так я не хочу, чтобы поносили. Иди отсюда. Если все о вас будут говорить хорошо, горе вам. Ну кого не гнали? Кого не гнали? Пророков все гнали, апостолов гнали, златоуста гнали, Василия Великого гнали. А кто ты такой? Почему? А это необходимо. Дерево, которое растет на вершине горы, оно крепко корнями расползается, там держится. А которое среди других деревьев другие убрало, оно вот так вот. Сегодня, говорит, человек, я вчера выслушал этого, он говорит, похож на, ну там, мухобор или какой-то, большой гриб. Головка-то разрастается, а ножка тоненький, он вот так вот, все время язык на боку. Они падают. Знаний-то много, а духовного-то ничего нету. Поддержки нету. Я сначала искать в литературе не нашел, вот так, чтобы епископ взял и бросил общину, а я передаю в другую язык, что ты меня спросил. Я вижу там смерть. Ты хоть один раз со мной беседовал, ты знаешь, что там, но надо смиряться, да это не смиряться. Это предать Христа, предать Его. И жить по вашему, ну, карточная игра, как по шулерской игре. Этого не нельзя делать. Ну, было ли где-нибудь, повторяю, нигде за 20 столетий. Я нашел ответ. Нигде такого не было, чтобы вот так поступали. А что за этим? Я опять молюсь, молюсь, спрашиваю. И ответ. Ты избран для того, чтобы показать миру, как надо жить. Ответ. А этот ответ от Бога. Я стал смотреть, да, так. Бог избирает, кого хочет. Жребий пал на нас. Жребий. Это Божий жребий выпал. Показать миру радость свободного служения Богу. Радость. Ну, и ответственность какая будет. Епископ, для того, чтобы смотреть за порядком, а мы куда-то забуровили, неизвестно. А вот теперь ты и смотри, Бог тебе доверил. И теперь непосредственно, а вы епископ, а я только сам Христос. А не, я Полосок, я Павлов, я Кипин, а я Христос. А дальше апостол Павел говорит, за вас Павел распялся? А Полос распялся? А дальше не говорит. Он не мог сказать, которые говорят, я Христос, он не мог сказать, что Христос за вас распялся? Конечно, Христос. То есть идти за тем, кто распялся за меня. Кто? Христос. Никакого Павла, ни Аполоса не остается. Ну, вдома, если что написано о Павлом, послании Коринфима, когда начинаешь это смотреть перед Богом, и вдруг как света сияет, такая радость. Ну, почему именно мне? А почему рядом он не понимает? Он не видит это. Он ему епископ, он его глаза не видел. Ну, так его научили. Без епископа нельзя, у вас епископа нет, это не церковь. Ну, где это написано? Я его не отрицаю. Он ушел. Он ушел. Он скинул всех, видит волка, приходящего наемника. Он наемник есть, сбежал. И не удивляйтесь. Я говорю, что отца моего вы бесчестите меня. И когда все это у тебя вместе собрано, теперь ты, Господи, как удержать эту радость, радость свободы, свободного служения. Не подать повода противникам. Чтобы не сказали, а был бы епископ, он бы вас тут тормознул. А вот тут вы так-то сделали. Был бы там, ну, три епископа над нами. Я говорю, утешьтесь. С сегодняшнего дня я подал прошение папе Франциску. И что дальше? Венедикту, 16-му. Еще успокоитесь? Нет, не успокоитесь. Я буду ходить здесь, в католическую церковь. Вы не успокоитесь. Я-то остался тот же, и вы те же самые. Вот сейчас подходит одна сестра. Ее нету. Наша сестра. Подходит прямо, плачет. Что ж с ней такое? Да она у меня крестная, да у меня восприемница. Она пошла и хулит прямо все. Я спрашиваю, а причащалась она сегодня или нет? Я не знаю. Если она причащалась, это беснование началось. Она пришла переполнена гневом, непрощением. Ты понимаешь, даже просто молиться, и то должен дар положить у жертвенника, у креста Христова. И тогда пойти назад, найти и примириться, и тогда вернуться и причаститься. Она терпеть не может. Едва сидела, ее корежит, как на огне. Выскочила оттуда, и я гляжу, плачет сестра одна. Она же у меня восприемница. Она такие слова говорит. Она хулит все. Она еще не вышла из дома, она уже лопается. Почему? Это давнишняя язва. Там уже живет сатана, как в келье своей. И не дай Бог, в таком состоянии причащаться. Я не знаю, причащалась она или нет сегодня. Нет. Если причащалась, это стопроцентное объяснование. Нет, нет. Говорят, нет. Ну нет. Но она, я не называю, не надо называть никого. Она слышала, что батюшка, она может возразить, не может. Она внутри вот так все, предвзятость. Мы сказали, что это неправильно. Нет. Это почему? Вот это. Не знаю, в чем дело. Это все надо смотреть глубже, в духовном плане. Тебе это надо, нет? Женщина да молчит. Ты помолчи, помолись. Помолись, что ты Бог открыл. Ты молилась? Что я тебе говорю? Я молился. Я вымолил у Бога эту радость, что нам Бог дал жребий свободного служения. А епископ сейчас напишет, скажет, все, мы решили, две общины остаются. А мы никуда не уходили. Мы и так поминаем его. То есть мы опережали события на несколько лет, это и говорили. Мы никуда не пойдем. Никуда. Вот и весь сказ. Это связь живой молитвы живого человека с живым Богом. Остальное кладбище. Вот оно разумение, какое должно быть. Я прям буквально чуть-чуть еще. А ведь было наоборот совсем. Когда вообще епископ один оставался, это мы вот Златоуста будем вспоминать. Златоуст все делал по канонам, по правилам. Там братья долгие пришли жаловаться на Пеофила. Так вот, это послужило толчком, ну и там еще, конечно, эти памятники, когда он говорил статуи императрицы, о них, что это язычество. Это все послужило к тому, чтобы гнать этого епископа. Это Ян Златоуст. И гнали его, и гнали одного. И, ну там было, там женщины были, ну а так общины не было такой. Вот я думаю, сейчас бы нас бы со Златоустом объединить, вот было бы интересно. А так, его там одного гнали. И тут сейчас нашу общину, как Господь показывает, так же точно гонят. Ну и что ж, а он, он патриарх Константинополя. И что это, сколько это остановило гонителей? Не, грамма не остановило. Наоборот, разрослось еще больше. И ложь такая, вселенского масштаба. Я вижу и здесь такое же. Ну тут интернет помогает, конечно. Тут еще что? Мне вопрос задают, а почему вы в церкви считаете только Златоуста? А почему не Игнатия Брянщининова? Я отвечаю, это самый знаменитый отец, вселенское признание. Игнатия Брянщининова только вот местное признание. Да он так с монахами возился. Вообще, ты посчитай его сначала. Он говорит, монашиство кончилось. Это современник Пушкин, я считаю. Да-да, позже даже был. Позже. Чуть-чуть позже. Маленько. Ну и что? Ну дальше ты дальше. Ну мы считаем Златоуста. Что-то неправильно. Ну как-то все время Златоуста. Вот так. Мы находимся в Московской Патриархии. Тогда еще, то в советской власти где-то. И изучаем и Златоуста. Настоятель выглядывает. Опять эти Златоуста здесь. Секта Златоуста звали нас. Секта. Мы ходим в храм, там причащаемся Покровский собор. Но мы любим Златоуста. Секта Златоуста. Ну как? Да эти-то нет. Они умерли все. В дверь глянут, шермы откроют. Пришли. Надо говорить про опыт мужики. И опять они накапывают. И архиеревы. Накапывают. А там даже священники, он нам говорит, все приходит. Ко мне ночью священники приходили. Не один из храма. И все рассказывали. Вот он выходит и говорит, братья и сестры, подумайте, что тут у нас делается. Призывает жить по духу. Да когда это было, чтобы по духу жили? Я стою здесь же. Он зашел, а священник и говорит ему, батюшка, отец Николай, да хоть апостол Павел так говорит, что жить надо не по плоти, а по духу. Да вы что? Опять архиерею накапывают. Ни о чем больше. Совершенно никакой веры то у людей нет. А эти вокруг них-то причиндалы-то бегают там, сборы, как я называю, кодлы-потряжные, бешеные псы. Они чаще защищаются, чаще исповедуются. Я говорю, никогда больше четырех раз не защищались. Это посмотри, как у старобрядцев. Они сохранили, как было до Никона и как от князя Владимира четыре раза. Все. Четыре раза в году достаточно. У вас что причастие? Теряет силу через один день? В Марии Египетска на 47 лет хватило одного причастия. Ну, откуда вы взяли-то? Нет, только под... Зачем? На Украине бьются автокефальные, им говорят, отойдите от патриархии, вы оставайтесь. Так же, но подчиняйтесь не московской патриархии, ну, перейдите под Грецию. И сейчас там бьются, уже все проголосовали, а московские прямо из-за себя выходят. Зачем это? Ну, в Эстонии это шарик, сколько-то патриарх Алексей Второй там бился, там ой-ой-ой, кричали, трагедия. Они подали прошение, примите нас, другую резиденцию. Они приняли, но не ты. Сейчас на Украине та же история. Не хотим больше быть московской патриархии. А они именно так сделали, что только у нас благодать, да у нас сколько православных, тут и старостильные греки, законное рукоположение имеют. Ну, там другое что-то есть, но это церковь, настоящая церковь. Нет только у нас. Это хуже папы римского. И они на нас наседают. То есть Господь через это проверяет твердость нашу. Вы оцените тот дар, который дал вам, чтобы никуда не уходили и сбрасывали, такого не было. То есть все, кто организует, они, а мы, сектант это обязательно что-то делает. Он отходит, туда, где был, он туда не будет, того не поминает, он начинает строить отдельно, алтарь. Мы ничего не делали. Какие были, такие есть. Вот единственная правильная политика, единственная, другая не подходит. Мы могли бы быть с Сейханом со всеми, но там нужно признать безблагодатность московской патриархии. Мы и там не проходим. Сидеть надо тихо, как Кутузов говорил Михаил Ильянович, отсидеться. Не будет ждать. А нам ждать что? Христа только. Вот что значит мыслить духовно, духовными категориями. Все это для спасения души, страхи Божьи, согласования со Словом Божьим. Вот это духовное. И проверяй это на молитве. Семнадцатый стих. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Толкование. На основании этих слов манихеи и все подобного рода еретики говорят, что человек состоит из двух противоположных сущностей, и что апостол подтверждает это настоящими словами. Но нет. Он рассуждает не о сущности, но плотью называет земные помыслы, беспечные, беззаботные, а не тело. И духом называет духовные помыслы, а не душу. Земные помыслы, говорит он, противятся духовным, а духовные земным. Итак, он признает борьбу злых и добрых помыслов, но не тела и души. Ибо желать и не желать есть дело рассуждающей души. Прибавляет же, не то делаете, что хотели бы, потому что и тело содействует душе, они противятся. И душа держится тело, и все терпит, чтобы не оставить его, и оторванное от него оскорбит. Какие же они после этого противники, когда имеют такую связь друг с другом? Понятно, что помыслы, что дух и плоть борются. Вот было такое понятие, говори. Ну я могу привести простой пример, это в деле благовестия. Благовестия. Там тоже, например, человек, когда сомневается, вот Господь побуждает на благовестие, да, на проповедь, а ты начинаешь думать, а как будут люди ко мне относиться, а если меня погонят, а если меня в милицию закроют, и так далее. То есть все это плотские помышления. То есть человек боится, чисто по плоти. А бывает духовное размышление, что человек читает Евангелие, и Господь говорит, идите проповедуйте Евангелие, Вечное Евангелие. И он уже думает, как пойти, что сказать, подготавливаться себе, заучивать стихи Писания. То есть это уже духовное размышление, рассуждение. Вот такое простое. Ну и так и в дальнейшем, во всей своей жизни. Все свои эти примеры. Видите, духовное, это значит страх Божий, желание спастись, желание в вечности быть со Христом. Вот под это все остальное и подходит. Если этого нет, ничего и нет. Ну что толку там, ладно. Вот выступает один, чтобы проценты, власть брала не больше 10% налог по доходу. Ну если не так, уходить с государства надо. Это то, другое. Это разбойники. Я понимаю так, что Господь сказал, кому оброк, оброк, через Павлу. Кесарево, Кесарево. А сколько берут, лишнее берут, да. Но они за это ответят. А лишнее, если совсем лишнее, то мне и сдать нечего будет. Ну раскулачат в норы. Все. Господь говорит, из сердца исходят злые помыслы. Прелюбодеяние, любодеяние, убийство. Ну и так там перечисляется. То есть из сердца, изнутри человека. Момент такой, что плоть, некоторые заблуждаясь говорили, что плоть это тело. То есть вот плоть моя и меня мучает там и так далее. Вот. И связывали, что все плоские помышления это тело. Но это не так. Вот это объясняется здесь. То есть дух понимает под словом дух душа, а плоть это тело. Здесь доказывается, что дух это дух. Это духовные помышления. Все святые. А плоские это тоже помышления. Плотью просто как бы коротко называют. Плоть. Это все плоть. Это все плоское. То есть, что значит плоское? Не телесное, речь идет о греховной жизни. Это все плоское. Мы так даже в обиходе говорим. Добавлю, Ирина, заверши. Плотькое заботится о плоти. Чтобы расположение было начальника, расположение епископа, расположение кого-то, чтобы мне было здесь легче. Плотьское именно в том, что он забывает о вещи. И страха Божия, и спасения души нет. Вот как. Определение очень простое. Он все думает, как бы здесь лучше было, как бы не гнали, как не давили. Я буду так, а меня выгонят. А если я буду в платке на работу ходить, меня работы лишат. У меня прямо пишут это. А я приду с бородой, да меня же выгонят. То есть, все касается меня выгонят. Душу твою они отгонят. От любви Божьей меня можно отлучить то, что епископ нас покинул? Видит волка, бросил наемник, сбежал. Нет. Ну, значит, все стоит на месте. Тем больше, теперь на мне все лежит. Я должен донести это. Это не бывает так без Бога. Бывает ли что-то в городе без воли Божьей? Нет, никак. Все абсолютно у Бога под контролем. И он смотрит, кого избрать и кому какой пост сдать. А вот этого летчика сбили. Что-то там еще было. А штурман остался живой. У Бога вымеренно, еще раз говорю. Может быть, этот летел, летчик матерился или говорил, вот мы им долбанули. Ну, самолет-то летел, не картошку вез же туда. А его подкараулили за этим-то политически. Я говорю, о душе. А если он его сбили, он летел, господи, сколько я нагрешил-то. Там то, другое припомнил. И в это время снизу их расстреливали. Он мог спастись и сказать, прости меня, как разбойника. Я ходил, грабил, разбивал семьи к чужой жене и прочее. А вот теперь отчет настал. А этот стреляли, все, и сумел спрятаться, и сигналы дал. Его искали, всю ночь боевики не могли найти. А тут вертолеты. Вот, я за этим скрытая картина, но я могу, смотря по житиям святых, понимать, почему с одним так, а с другим так. Хотя, может быть, результат и другой. Этот достиг совершенства и Бог его взял. Объяснение другое может быть. Но трудно предположить, что люди, которые там есть, я просто знаю. И разговоры какие, за деньгами идут, и он мог не полететь, и за этим другое. Мне встречается здесь, я во всех отделах вел работу, милиции, выступал перед ними. И вот, центральный район, и там Ельников, как у нас, Анна Кузьминиша, Ельников. Ну и когда я в Чечню-то отправляли, милиционер это, ну его тоже так, собирайся, значит, через два дня вылетаешь. Он капитан, а я не поеду. Как не поеду? Ну не поеду, и все. Да ты же начальник отдела. Я сказал, я не поеду туда, я дома смотрел за порядком. Когда милицию шел, мне не говорили, что меня в Чечню будут посылать. Ну и что там? Дальше уже началось с ним, что было? Проходит сколько-то времени, его, конечно, там терзали, проще. Ну, убили там, которые поехали, кого-то, а он живой остался. Потом встречай, как говорит, ничего, отстали сейчас, но я капитан по-прежнему. Вот и все. Это в его власти. Он духовно начал рассуждать. Я у них выступал, говорил, я сказал, никого ты не должен убивать. А его это коснулось. Предположим, такой вариант. У Бога вымерено все. И по отношению нас, вот эти, которые нападают, что? Чтобы испытать, какие мы. Для слабого такие испытания не бывают. А то человек, как ее, крепкий. И они не три человека, а там кодло целое нападают. Выдержишь. А когда пройдет, ты думаешь, там ничего особенного не было, еще так сердце билось, почему бессонница была. Да еще и не было. Ты вспомни там, что сейчас делается. Как долбят, какие ракеты пускают. Как все загорится. Земля и небо. И тогда тебе скажут, у меня до того хорошо встал. И у меня желудок работает. И постелька теплая. Ты, ну, все перебери и скажи, аллилуйя, Господи, я этого не ищу, но ты дал. Ну, научитесь просто в любом плане думать. Это не для спасения. Да, для спасения. Вот отошел у нас митрополит там где-то. Ну, как, он не отошел, а сказал, благословляю, перейти. До конца говорит. Это перс Божий. Я когда дошел до этого, у меня на молитве такой радостный наступил день. Я целый день ходил. Как бы другим-то сообщить, чтобы благодарственных канон славили Богу. Мы ничего не делали. И они сделали то, что в мировой практике не было. А почему избрал нас Бог? У нас все необычное. Все до одного члена общины крещены в полное погружение. В полное погружение. Все, малые и большие. Покажите такую общину. Патриархии? Я не знаю, найдут ли где-то. Но это не то, что Библия действительно была авторитетом. Пиетет, говорит Библия, как обо мне сказал Кураев. Это все необычно. Вот так вот, чтобы надписи были, между икон надписи, чтобы на лолой лежала Библия. Даже это простое. И этого не сделать. Не сделать. Чтобы за 7 минут заходили, молились. Люди одеты по форме. Чтобы благоговение было. Поклоны как делали. Сколько труда заложено. Вославь Бога. Ты что хотел сказать? Я хотел привести пример. Вот сейчас Игнатьич говорил о страхе Божьем. Что имеет страх Божий человек и думает о спасении. Что значит духовное помышление? Я был летом, Игнатьич как раз уезжал в том году вроде бы. С миссионерской поездки ездил, а не по Европе там. И вот, а я на богослужение присылся. Там был батюшка Аким. И смотрю второе подряд воскресенье братья не прочитали по учению вообще никакого. Но я вышел и раз молился в храме, думаю, надо сразу сказать об этом. Потому что меня это заботит. Вышел, начал уговорить братьям. Вот. Мне батюшка, конечно, немножко говорит, вроде ты поучишься. Но потом я говорю, можно на занятия подготовить тему? Он говорит, можно. Какая тема будет? Я говорю, ревность. Он говорит, ладно, я так умнулся. И пришли на занятия, когда он такой, я ему когда тему озвучил, он пришел и сам начал вести. Говорит, что я думаю, что человек, который имеет страх Божий, он будет ревновать. То есть, он меня поддерживал в этом отношении. Именно, что имеет кто страх Божий. Именно, он сочетался со словом ревность. То есть, человек проявляет ревность. Еще у кого какие осуждения? 18 стих. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом толкования. Имеющий духа погашает дурные пожелания, а свободный от них не нуждается в совете закона и не подчиняется ему. Ибо не гневающийся, какую имеют нужду в том, который заповедует, не убивать. И не имеющий вожделения, какую имеют нужду в том, который советует не прелюбодействовать. то же, что и в другом месте сказал. Закон положен не для праведника. 1 Тимофея 1.9 Кажется так же, что говорит и в похвалу закона, так как он заменял собой духа, исполняя по своей силе обязанность руководителя до определенного времени. Как после этого вы снова подчиняетесь воспитателю, оставив духа, делающего вас совершенными, подобно тому, как если бы кто, будучи философом, нуждался в руководителе. То есть философ, мудрец, мыслитель, он сам должен быть руководителем, философ, а руководителем он не нуждается, он сам руководит людьми, а не он нуждается в руководителе. Так и живущий по духу, он не нуждается уже в помощниках. Ранее мы читали о том, что рассуждали о том, что закон был стражем для людей, которые не имели еще духа святаго. Когда пришла благодать, то люди начали уже жить по вере, по благодати, и уже в самом корне они гасили в себе грех. То есть у них не было уже гнева, они боролись с гневом, они боролись с похотью, то есть с мыслями греховными. И зачем тогда им уже нужно вообще говорить, этого делать нельзя. Как-то рассказ читал, я уж не помню, такой старый, будущее рисуется такое, якобы, советское вроде бы, как будущее. И там написано, закон такой ввели, нельзя кидаться там, огрызками хлеба, нельзя там делать, допустим, кидаться вилками, нельзя делать то-то. Человек просто приедет, так мы так цивилизованы, мы это вообще не делаем. Зачем это вообще было писать на доске? Значит, уже делали это, то есть дошли до того, что уже занимались такими делами, то есть высмеивали, закон какой-то там они. Так и здесь, если человек уже не гневается, зачем ему говорить? Не надо убивать, он не гневается просто и все. Ну, а другая ситуация, если человек, будучи во Христе, потерял вот эту духовную связь с Богом, потерял вот эту веру двигающую, веру потерял, ну, ту, живую веру потерял, нужен ему закон, а он уже не под законом, как ему быть? Тогда включаются каноны, каноны начинают его ограничивать. А если каноны не помогают, тогда человек вообще выпадает из луна церкви. А если каноны его ограничивали, человек раскаялся и опять приобрел эту духовную любовь, ну, тогда он опять уже в Духе Святом. То есть, вот такое водительство Духа Святого мы видим в церкви. Если же, еще повторю стих, если же вы Духом водитесь, то вы не под законом. Вот у кого есть рассуждение на этот счет? Мы сейчас прочитали толкование. Только вот в этом случае, если вы Духом водитесь, вы не под законом. А если вы не водитесь Духом, если мы просто себя именуем христианами, а на самом деле мы уже не те, кем должны быть. Если потеряли первую свою любовь, как мы читаем в книге Откровения Анна Богослова. Господь говорит, вернее, Иоанн Креститель говорит, идет впереди меня тот, кто будет крестить вас Духом Святым и огнем. И вот все, кто не крещен Духом Святым и огнем, те вряд ли вообще когда-то поймут, что такое Царство Небесное. Не говорю там, что они будут там. Потому что Иоанн Креститель уже все сказал. Для кого он говорил? Он говорил для народа, конечно, но народ пришел креститься, народ пришел с покаянным сердцем. А вот книжники и фарисеи подлезли, вот для них как раз это было сказано. И дальше идет Нагорная проповедь. И вдруг ни с того ни с сего, вдруг, вот начните читать и вы увидите. Господь говорит, не судите и не будете судимы. Так там перед этим ничего нету. Шестую главу прочитают, причем здесь это, там идет шестая глава, 44-й, там со 40-го по 45-й стих и будете сынами отца вашего небесного. Там не убей, говорится. И вдруг седьмая глава, первый стих не судите, не будете судимы. Вот батюшка опять сказал, бревна там и так далее. Это все священники любят об этом говорить. А это о них как раз сказано, о священниках. Потому что читаем назад и написано пятая глава. Кто там присутствовал Ливеногорная проповедь, книжники и фарисеи осуждали Христа, говорили, ты пришел нарушить закон. Он говорит, я не нарушить, пришел исполнить. Он не к народу говорит. Нет, он обращался к народу. Ну почему? Потому что книжники и фарисеи, они умные, они все всеили народ этот, вот как сейчас всеивают вот эти дудины и так далее, там эти Милицковские, там какие-то Стругацкие, там не поймешь фамилии эти, Блаватские всякие. Они вот всеивают, народу всеивают, а теперь Господь начинает оправдываться и говорить об этом. И везде так. Как только начинает такой Господь серьезно что-то говорить, обличать, сразу смотри, это не про тебя, не про простой народ. Вернее, уже про тебя. Ты уже там уже там рядом с ними. Это про тех, кто высокие, они везде всеивают расколы, они топор, а не я, маленькая мошка, сижу, меня никто не слушает, ничего. Я кого могу гнать-то? Игнатий Ишна сказал, кто раскольник? Да тот, кто гонимый, тот и есть раскольник. А тот, кто не гонит, он является Христовым. Написано, все желающие жить благочестиво, Христе Иисусе, будут гонимы. Смотри, кто гонимый? Не, ну это, конечно, мы говорим о христианах, те, кто Евангелие имеют. Не так сейчас возьмем, там попозов каких-то. Конкретно нужно брать сразу, вот конкретный случай, и все. Вот как у нас. Все со всех сторон гонят, все. Даже свой собственный митрополит, который на руках молитвы наши вот сестры несут. Ладно, там я пускай не очень сильно несу. Но он-то, он-то мог бы, батюшка как любит его, сколько эпитетов там ему говорил, прекрасных. Ну мог бы посмотреть. И гляди, как в восьмом году, как я постараюсь, там сказал, в двенадцатом, какие слова хорошие. А потом, раз и, и очень жаль. Вот где слезы, там нужно бы пролить. А что-то нету слез как-то. Жаль просто, что, ну нету такого мужественного епископа, как Златоуст, чтобы встать прям за него и так упасть и прям, ну не покидай ты нас. Ну прям со слезами, как было. Игорь, не надо этого. Не надо. Ну теперь нет уже. Не надо. Теперь мы видим, этого не надо было делать. А просто мы сидели, мы не упрашивали. Ну он сам говорит, просили не один раз остаться. Ну да. Никуда не уходили. Это еще доказательство. Мы не уходили. А дальше, раз они делают совершенно необъяснимый шаг такой, а я вас передаю, другим так не делается нигде. Это Сталин мог с Гитлером Польшу делить пополам. Хочешь, не хочешь, Прибалтик, а иди в коммунистический ГУЛАГ. Но здесь другое совершенно. Души. Я знаю, что там, где для спасения невозможно работать. Но я говорю, вот я иду, он теперь митрополит стал, но умер. Дидеон. Провожаю его от Покровского собора, а рядом настоятель, там жил через два дома. Я говорю, Владыка, чем я могу быть полезнее для церкви? А он меня хорошо знает, ну вы же в храм ходите, да, ну чего вам еще надо? Хоть у меня две, говорится, три пяди во лбу будет ума, хоть моя душа будет ангельская, больше не надо ничего. Только то, где может тебя давнуть. А женщина, женщина развиваться где? Свечки тушить, там убирать и петь в хоре. Все, кончилось. Да у нее, может быть, такие таланты, ты приспособь ее, где она может там корректорскую работу вести, еще только нету. На благовестие нету нигде. Вообще не надо. Как у старобрядцев, это полигон для покинутых талантов. И вообще не востребованный никак. А что разве? Это от Бога. Я как личность перед Богом только с талантами выражаю себя. А если таланта нет, ну и только одно, запить, упасть, лежать, забыть все, спрятаться от этой жизни. Я не случайно говорил сегодня про прощение, как прошу. Я могу уйти в один из дней куда-то. Или туда, или уйду совсем. Потому что вы уже достигли уровня, когда вам никто не нужен. У вас все есть. Я с вами, вот он. Я с вами остался. А батюшка умрет. Все храмы открыты. Можем даже договориться с епископом, он привезет священника, чтобы ослужил литургию. А может быть, пусть поминают где-то, но подчиняться патриархии никогда не будем. Никогда. Это смерть. Чтобы над нами они не имели никакой власти. То есть, в этой стадии, как сегодня, вот эта стадия, ее надо сохранить. Она вымлена у Бога. И враги нужны, и гонители нужны, чтобы нас закрепить, никому не сдаться. Вот так и рассуждайте. Голубей моих постарайтесь сохранить. Потому что у злых людей голуби не водятся. У моих противников ни у кого голубей нет. Выберем доброго. Вопрос сразу у меня. Ну я вот Галю его адресую. Потому что у нас обычно все, чтобы все подумать, я мог бы задать любому человеку этот вопрос. Как бы, на правах ведущего. Написано, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. То есть, дух, это помышления духовные, мы их немножко разобрали, дальше будет больше. Плоть — это помышления духовные. А теперь стих. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. А вопрос, а если не водитесь духом? Ну не водится человек духом. Не водится вот этими духовными помышлениями. То тогда что? Закон для него есть. Какой закон? Написано не под законом. Дальше я уже не нашел нигде у апостола Павла ответа. То есть, если вы духом водитесь, то вы не под законом. А если не водитесь духом? Он подробно расписывает, Что такое дело плоти, дело духа А вот ответ на вопрос Если все-таки не водимся духом Тогда что? Что значит не водимся духом? Что значит не водимся духом? Вот смотри Поступайте по духу и вы не будете исполнять вожделение плоти А если человек не поступает по духу? Значит он У него остается только вожделение плоти А тут написано Если вы духом водитесь, то вы не под законом Тогда закон Моисеев Нет Если он только вожделеет о своей плоти Как он может быть водит Ну все, он закону не подчиняется Моисееву Все, он теперь христианин Закону Нового Завета как? Закону Нового Завета какому закону? Ну Хрис тот какой закон принес христианам? Тот и закон Заповеди его Заповеди блаженства А если ты духом не водим То тебе никакой закон не под закон Я вопрос твой Неправильно понимал Ну я хочу сказать опять о канонах Я все к этому веду Да он же сам придумал Я сам его придумал этот вопрос Ну а мы все придумаем Если мы не духом водимся Как тогда усмирить грешника? Если мы водимся не духом То мы водимся кем-то иным Есть две стороны То вы не под законом Да То вы не под законом Он объяснит Что? Но дан закон Грех ожил Грех ожил Почему? Закон который написан Написан не для правильных законов Так на дорогах не валяйтесь А зачем я не валяюсь? Я не пью На красный свет не ездить Закон Я так беру Если будете там Ну налоги не отдавать Там коррупция Я не участвую нигде Закон этот написан для грешников Меня ни одна статья не касается А мне зачем я этого не делаю? Вот по порядку Не убей там Не лжесвидетельствуй Я этого не делаю Мне это и не нужно совсем Внутренний дух человека Теперь ведет его с Богом Мы говорили об этом А те люди-то Которые Вот блудить там Курить площадь Они не думают о вещи Если страха Божия нет Гиену не представляют Им нужен закон узда Закон это узда А для верующих Который духом святым водится Ему это не надо Ему непонятно Как это могут делать Такое зло Вот в этом-то и есть Нет, тут еще другой Вот сейчас вопрос такой Еще почему важно Я почему поднимаю вопрос Вот в протестантском мире Я общаюсь Ну с людьми А мы теперь живем Не под законом А мы по благодати Смотришь, человек Абсолютно Мужчина, если у него Обязательно бродоврите Женщина, обязательно там Косметика Она ходит вообще Мы же не под законом Все Она не под законом Еврейка так ходить не будет Я видел хасидов По телевизору показывали Там они все одеты Там благочестие На высшем уровне Религиозные евреи Религиозные, да Хасиды Здесь Она не под законом Все, теперь она все С себя снимает Все одеяния Она теперь не под законом Она под благодатью Она думает, что она водится духом А я вижу, что она не водится духом Так вот вопрос Как правильно они поступают Что они же не под законом Им теперь не надо все постановления Моисеева выполнять Им не надо одеваться Благочестиво Не надо бороду иметь Как мы это видим Слушай, ну она же тебе сказала По заповедям Христовым А что такое заповеди Христовые Понимаешь Всегда говорят Заповеди Христовые Заповеди А конкретно Вот конкретно Закон говорит Не убивай А Христос говорит Не гневайся А он гневается Он гневается Вот он является христианином Но он гневается Закон говорит Не прелюбодействуй А Христос говорит А всякий кто посмотрит Женщину с вожделением А он смотрит на женщину с вожделением Но при этом Он уже Закон Моисея в сторону а сам является христианином. Что, какая узда на него теперь действует, на этого христианина, лжехристианина? Чем его усмирить? Ну, можно я скажу? Ну, я, во-первых, не считаю, что этот христианин лжехристианин. Это сказано слишком громко, поскольку мы можем согрешать, и по плоти можем согрешать, и у нас, если мы водимы Духом Святым, то мы имеем и покаяние в этом грехе. Мы знаем заповеди, может быть, не все каноны-то знаем, но еще есть, прежде всего, совесть. Если тебя совесть обличает, а ты ее раз не хочешь слушать, два не хочешь слушать, в этом тоже нужно исповедоваться, тоже в этом нужно иметь покаяние. В чем тебя осуждает совесть? Нигде не написано, что ты не кури, или законов о наркомании нигде нету. Но, тем не менее, совесть тебя осуждает, это грех, этого делать ты не должен. Ну, я не должен, но ему хочется делать это. На тебя закон, теперь слово выучит. Теперь в церкви появляются каноны, первый Вселенский собор появился. Не только догматические правила там, а символ веры, Никея. Потом будет еще в Константинополе будет Никея, Царь и Градские уже символы, но там еще и правила, 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 правила. А где эти правила были в первом веке? И сейчас настолько правил, что начинают уже вот все иерархии, я вот читал, как-то занимался в последнее время этими вопросами, сейчас много говорят о том, что вы там в секте, вы не в секте. Я думал, задаю такой вопрос, ну где не секта? Я вот просто честно хочу разобраться, где не секта? Начинаю читать Древле Православную. Они там начинают РПСЦ обличают. Да вы там, у вас какое-то австрийское священство. Начинают перечислять, у вас не по канонам, то не по канонам. Там у вас один епископ был, написано 2 или 3 епископа, там у них один епископ рукоположил всю иерархию. Это уже не по канонам. И вот одни других, хорошо, там нечисто, там нечисто. Начинаю смотреть, теперь обличают московскую патриархию. Там у них это не так, здесь не так. Теперь читаю Даниила Сысоева, это, ну, его можно назвать священномучеником, его убили. Он обличает хвосты в гриву РПЦЗ. Он говорит, они раскольники, это Даниил Сысоев, вот у меня материалы. Так вопрос, где эта чистота, где истина? И все используют каноны, понимаете? Сейчас столько канонов появилось, и 719 правил. И каждый себя считает правым. И каждый вот под себя эту каноническую базу выстраивает и говорит, я прав, я в церкви, а ты не прав. И вопрос человеку просто с улицы, ну, неверующей, я вообще с неверующей семьи пришел. У меня немножко была вера, у меня папа коммунистом был и прочее. Все было так правильно в то время. Я пришел, куда мне идти, куда мне податься бедному? Игорь, я так понял, что сейчас ты все свои страдания перекладываешь на хрупкие плечи Галины. Нет, Галя это просто. Главное, взял ее. Так ты давай дальше-то. Давай на твои крупные плечи, я возлагаю. Давайте разберемся. У нас занятия, я не знаю, по каким ты канонам ведешь. Если ты ведешь по третьему тому, как Игнатий Тихонович заповедал нам вести, там написано, как должны проходить занятия. То есть активное участие должно проходить людей. Но там не написано, что ведущий, которого, кстати, выбирают, опять же, братья, которые сидят, должен указывать, кто там должен сейчас говорить. Должны подготовиться люди, должны готовиться. И, естественно, там написано, что должны перед этим прочесть места Писания и так далее, вопросы. И там еще дальше есть наводящие вопросы. Но это говорится про Евангелие от Марка. Законодательство. Да. И этот наводящий вопрос, понимаешь, он уже идет с небольшим таким ответом. Ну, там очень интересно составлено, если ты помнишь, как там составлено Евангелие от Марка. И ты очень много от этого подчерпываешь. То есть там как бы идет наводящий, и еще дальше что можно ответить. Ты же пытаешься поставить такой вопрос, знаешь, в такой тупик, как какая-то катакомба. Хрук, и там темнота уже. Как тебе? Ты, если начинаешь что-то говорить, ну, там сам дальше где-то продолжи и так далее. То есть ты ведущий. Там написано ведущий, там широкие полномочия. Ты начинай. А то ты стоишь, ну, давай, ну, еще маленько, ну, выжмай. Подожди, хорошо. То есть ты критикуешь, как я веду занятия. Ну, ладно. Ну, и что? Я не критикую. Я тебе говорю, ты по каким канонам-то ведешь его, непонятно. Каноны простые. Которые ты придумал. Каноны простые. Вот простил, какие западные вам в завете-то нужны. Тут просто духовное, о небесном, о вечном. Один ответ. Для спасения души. Вот это духовное. Все, что к этому идет. А к этому что идет? Возлюби ближе Бога, как выше, превыше всего. И ближнего, как самого себя. Но ближнего нельзя любить, пока ты себя не полюбишь. Как самого себя. То есть образец к этому подтягивать. Как? На себя одеяло тянешь. Сам все ешь. А себя как любить? Значит, пьянка долой? Курю водолой, потому что я состою из тела и души. И все, что для тела ты делаешь в обрет, это нарушение заповеди. Ты разрушаешь храм, того покарает Бог. Все, на этом остановились. А если у него этого нету, идем дальше. А у него бывает, он не пьет, не курит. Но у него такое. Дальше идет три ступени. Отвергнись с себя, возьми крест, следуй за мной. Следуй за мной, куда опять же на небо. Но сначала отвергнись с твоего Я. А с твоего Я надо разобрать, что ты любил. Что думал. Любил окраситься. Любил бриться. Главное сеть. Ну, к примеру, сказать-то. По боку. Почему дружба с миром есть вражда против Бога? Зачем тебе масонская выдавка? Это очень просто. В течение одного разговора можно показать, чего Бог от тебя требует. Суда и справедливости. Поступать справедливо. А если ты этого не делаешь, разговора никого-то не говорят, а кто такой секта? Нам и не дано это право определять. Мы знаем, дано время определить, кто такое церковь. А все, что не в церкви, другим названием будет названо. Нам это в обязанность не поставлено. Нам поставлено в обязанности, будьте святы, как я свят. Так она так не понимает. Значит, ты ей расскажи. Она не так... Она красится. А ты ей скажи слова златоуста. Если Бог не дал красоты, на полтинник ее не купишь. И раз ты некрасивая, то краски сделают тебе еще более безобразные. Ей нужны краски какие-то. Какие краски могут и увлечить ту красоту, которую Бог дал? Ты ей один раз объясни, ты поймешь, уже приблизились. Какие заповеди? Заповеди люби ближнего, как самого себя. В этом все. А в этом и Бог. Он меня сотворил. И ближнего. Мы родные, близкие. Это одна единственная заповедь. Даже люби Бога, даже можно ее не брать. В люби ближнего заключено все, Павел говорит. Весь закон и пророки. Что в новом завете дано? А вот это и дано. Дано. Определяет там епископ. От него я не спасаюсь. Мое спасение от того, что надо мной есть епископ. Он меня и знать не знает. Это все настройка-то никому неизвестна. Есть он там или нет. Ты спроси кого-то. А ты знаешь, а сейчас придет он причащаться. А кого? Он понятия не имеет. Мы стучимся в квартиру. Евангелие дать. А кто вы такие? Баптисты? Нет, мы православные. Что за православные? Это мы православные. А дома там дым идет, курят, гуляют. Я говорю, да вот патриарх говорит. Да пошел ты нахть со своим патриархом. Я говорю, а вы чего так разговариваете? У меня есть батюшка, я исповедуюсь. Больше обмана придумать нельзя. Образовали партию, великодержавники. Мы за православие. Я говорю, дальше как? Ну мы против христианства. Ну кто это? Это сатана. Их одобряют. Одобряют. Он на исповедь идет. Причащаются. За православие. То есть сатана православие вот это признал своим. А христианство у нас нет сектанты. Вот ко мне заходят в интернет. Я иду с детьми. Ваши ребятишки там идут за ягодами. Ну что можно сказать? Хороший ролик. Ягоды собирает. Внизу подпись. Да сколько же этих сектантов развелось? Кто сектанты? Ягоды сектанты? Мы? Или тот кто пришел? Ух сколько сектантов. Дети пошли купаться. Ну надо же. Зашел. Сказали. Порум хороший. А тут одни сектанты. То есть его научили так. Ты не такой. Он не такой. Все. Все сектанты. А сектанты это ругательно. А он не понимает. Что он даже до сектанта. Еще сто лет ему расти надо. До сектантов. У сектантов нам поучиться надо. Как они Бога любят. Библию чтят. Какие они дружные. Как они работают. Работают. Они работают. Они тысячам наркоманов путь новый показали. Они печатали Евангелие подпольно. Куда мы деньги давали. Они распространяли новые заветы. Баптисты отделенные. Нам надо просить Бога. Чтобы им Бог дал только священство. Не отрицали. Хотя бы один епископ на всех во всем мире. Вот тебе новое заветение заповеди. Я тебе отмечаю. Да, я слышу. Очень понятно. Ближнего сначала себя полюби. Полюби. Кто любит мир, кто любит любви очень. То есть нет божественной любви. А ты только всего лишь мир любишь. А мир что любит? Новогодние елки. Любит справлять. Вот это вот гуляет. Дни рождения. Прочь сатана. Все. И ты свободен от этого. Ну маленько гляди. А то как. А вот мы пришли. Да я слышал такое. Вот два. Ну монах-то старые. А инок-то молодой. И пришли ко ним. Великий пост. А им по куску мясо дали. Да чтобы людей не соблазнить. Мы уж съели мясо-то. Чтобы не подумали. Да ты как раз и соблазнил. Эти монах Великий пост. Куски мяса стрескал. Но я не хотел. Чтобы подумал. Да сиди дома-то. А зачем ты пошел собирать чужие куски мяса-то? Тебя накормили. Может быть. ОСЛЯТИНЫЙ какой-нибудь. Ну понимаешь. Даже до слова дури не доросли еще. Он пришел. И это кто вообще так? Благощенный Новоалтайского округа. Отец Михаил Погиблов. Фамилия Погиблов. Вот как говорит. Бог метит. Не приведи Господи. Сама фамилия говорит. Погиблов. Я все удивляюсь. Когда фамилии давали. Какие были люди там умные. Вот они все думали. А им дали наказ. Фамилии давайте любые. Но чтобы разные были. Ну как не разные. А в том-то сельсовете. Там тоже разные будут давать. И сойдется. А Иванов там много? Иванову фамилии много. А это че? Да это вдова Марья. А так ему вдовин дадим или Марьин? Ну это ему вдовин да и все. А там то Марьин тоже. Ну это Марьин. А это че? А я не знаю. А у него куриц много. Курицин, курицин все. А это че? Этот гусев. Гусев есть. И у гусев есть. А этот быка одержит. Быков, быков. Коровин есть. Выступает Коровин. А это только всех путает. А ты не поймешь. Хотели Путина было. Путин дадим ему. А этот как медведь злой. Давайте медведевым назовем. Фамилии-то когда давали. Это умные люди. Широкий кругозор был. Они видят о кузнец. А в деревне-то не было других специальностей больше. Кузнец. Делега, кузнец. Гвоздь делать, кузнец. Самая распространенная в мире фамилия. Кузнец. Шмидт, Смидт. Кузнецов. Вы зарядите в интернете. Игнатий Лапкин один. Вконтакте один. Я зарядил кузнецов 140 тысяч. Ты заряди Третьяковых. Ты удивишься. Я зарядил Третьяковых. Юля там 85 что ли. Третьяковых да еще и Юля. Посмотри. А от чего? От того, что имена давали не по графику. Не по рождению. Почему ее не назвали эпистемией? Вот у нас четыре штеца и все Игоря. Да мало из них еще два Игоря Владимировича. Два. Ты их знаешь? Они друг коколадруют. Я знаком с ними, да? Ну, потеряет Игорь Викторович, а тот Игорь Александрович. Ну, фантазии-то нет никакой. У меня старший брат Самуил. Поищи. Где Самуил? Ну, да что за имя? Самуил Якович Маршак. Один из лучших переводчиков поэтов. Ну? Назовали-то как? Вот только кинь что-то. Вова, Володя, Вова. Вот к нам, который тут угрожает и всякую пакость, тоже Вова. Ему даже, ну, не назвался бы Федор, даже то поменьше как-то. Да к святцах-то Владимира нету. Владимир это не должно быть-то. Владимир это язычник. Он Василием назван был. Даже здесь. И Бориса Глеба не должно быть. А Давид и Роман, они по крещению-то должны быть. У нас все-все кверх ногами идет. Во времена и нас Златоуста причастие в руку давали, в руку. А ну а тогда люди благоговейно стали из золота делать сосуды, подходят. Златоуста говорит, рука почтения золотого сосуда, убери сосуд, бери в руку и ешь. Вот как было. Так мало того, завязывали себе этот платочки, причастие уносили-то. И когда арестовали Евдокию-то, у них причастие выпало. А почему у Вас вот так? Это Златоу взялось, что из ложечки вместе, чтобы колдуны не взяли. Так они колдуны сегодня на отлучение не бывают. Они утащат вместе с чашей все. Им нужды никакой нету. Священник Куркашпировского лечился. Вместе с чашей закупили. У меня вопрос. Гнатий Тихонович, Вы сказали, что от наличия или от отсутствия епископа не зависит наше спасение. Абсолютно. Абсолютно. Ни на один шаг не приближался. С какой целью тогда был принят канон, что если община не имеет епископа, то она является самочинным сборищем? А где это написано? Я не знаю. Я слышала. Это обманщики, те, которые ничего не знают. Этого нигде никогда не было и не могло быть написано. То есть такого канона не существует? Конечно нет. И не могло быть. Если бы было такое написано, как это фальшь, то отлучить от любви Божьей. Отсутствие епископа нет. Присутствия нет. И апостол Павел перечисляет. Небесные силы? Нет. Не начало. Это какие-то силы небесные. Никто не отлучит. Он умер за меня. Я ему принадлежу. И как меня от Бога может отлучать какой-то епископ? Кому-то кусависты они стоят там. Сейчас сколько говорят-то? Ужас один. Какой-то садомит меня от Бога отлучит. Да вы думаете, все это. Я куплен дорогою ценою. И Павел говорит, не делайте с рабами человека. Епископ никакой роли не играет. Он только нужен для того, чтобы рукоположить. А остальное все священник делает без него. Все те же таинства. Все до одного. Кроме рукополагать. А у нас пошел на пенсию, и нельзя рукополагать. Да вообще. Ведь их не может никого рукополагать. Как это так? А какожан епископ? Это тоже канона никакого нет. Это выдумка. Это структура, которую выстроили люди, не верующие, под себя подмять и крепко держать. Как епископ, потому что ты говоришь. Они не могут. Апостол Петр говорит, что вы не властвовали наследием, а подавали пример. Вы братья, братья, зачем вам господствовать над наследием Божьим-то? Они без этого не могут. Интересно, как у Сидней Адвинистов седьмого дня. Я не знаю, тут у нас одна сидит была. У них как умно принято, что я ставлю пресс-фитером два года на одном месте. Я пришел, а его нет. Я говорю, у меня у нас закон, говорит, такой. Чтобы не было тут понебратских отношений, его отправляют в другое место. О, как делают. Молодой юноша подошел, говорит, ну я девушку полюбил жениться. А ты порядок знаешь? Ну знаю. Собирайся. Куда? На островах Фиджи. Там дикари. Два года там поработаешь, посмотрим, на что ты годен. Да у нас тогда сегодня и в церкви никого не будет. Да пошел ты, Таню, Маню я найду без тебя. Я напишу, я хочу. Да мы никто против них, сектанты. Сегодня, если натовать сектантам, это заслуга. Только ты пойми, что от них хотят. Далее читаем. Девятнадцатый. Взайми. Дела плоти известны, они суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Толкование. Это, говорит он, дела растленной плотской воли, в числе которых признается прелюбодеяние блуд. И ясно, насколько прелюбодеяние отличается от блуда. Ни чистота, ни потребство. Этим намекает на бесстыдные обычаи, которые даже и назвать не осмелился. У кого есть вопросы? Кому-то, кому-то. Есть вопросы? Ты же тут спрашиваешь, все понятно. Все понятно. Так, тебе я вопрос задам. Вот ребенок, отец их покинул. Возьмите. Какой статус у ребенка? Он бросил ее с ребятишками. Какой статус у ребенка? Ну, сирота не назовешь, потому что у нее есть мама. Так, другой вариант. Ребенок сбежал из дома сам. Родители дома, он сбежал и теперь в подворотне живет. И, мало того, ворует, у отца приходит. Какой его статус? Бродяга. Тут подсказывают, бродяга. Ну, понятно, что если кто-то отходит от епископа, я отдельный алтарь, я знать его не хочу. Вот тогда самочинное сборище. Еще раз, еще раз скажите, как? Ну, как вот. Епископ был, мы у него были, а теперь ты нам не нужен. Вообще, епископ не нужен, мы отдельно собираемся и пошли в она. А, то есть, если мы отрекаемся. Мы отошли. А тут так, вверх, ногами он отошел. Он видит волка грядущего, бросил его, наемник убежал. Наемник. Он даже хороший, но он бросил. Это наемник, другого имени-то нет. Евангелия Теана 10-12. А мы-то при чем здесь? Мы какие были, так и остались. Мы никакое сборище не было. Сколько нас было, столько и есть. Как служба слад, так и идет. Это искусственно подгоняет под то, чтобы дальше человека вести такой раш, и чтобы, а ты иди к нам, а мы тебя убьем. Ну, куда зовете-то? Куда? Вы маленько гляньте, что у вас там делается-то. Вот это, что вокруг есть, это каноническая территория Барнаульского округа. Один. 700 тысяч одному. Ну и где? Это, при свитеру. Да он на улице на это не бывал. Ну это твои, твои подопечные, да, а тут придут, ну, они приходили, он когда-то, ну, 40 лет назад по голове ударил ладошкой, и теперь это все прихожанин. Он живет, абортов там десяток, ну, может причаститься в любой день. Такого безумия даже в мире нигде нет. То есть, если ушел с работы, а потом через три года приди, а кто ты такой? Если что-то утащил, еще тебя могут загрести. А тут нету. Привезли маленького в люльке там где-то, на детской коляске, ладошкой хлопнул, даже не погрузили. Даже вот этого куросаву не могли покрестить. И теперь он явится, второй раз венчается, повенчают. Вот, о, теперь, значит, приедет, на чем он, на лимузине, ну, третий раз привезут на катафалке колесное христианство. Родился привезли, повенчался и похоронили. Христианин со святыми у покой. А дьявол хохочет и говорит, будьте вы прокляты христиане, что вы делаете? И они хотят, чтобы мы были такие, как они. Это надо лишиться разума всего, чтобы быть такими, то есть, не понимать, что такое церковь. Это церковь святая непорочная, вот это вот все вокруг нас, пьянь, наркотики, это все церковь. Вы дальше-то договорите. Я его спрашиваю, ну, вот сейчас отсюда придет, ну, я спрошу, крещеный нет. Ну, она крещеная, она безбожница. Ну, и что? То есть, вот разбойник. Он набрал это самочинное сборище, вот это самочинное сборище. Сборище, которое ни Евангелия не считают. Вот они сидят, а я вот эти Евангелия взял, подхожу, двое взяли, двое нет. Нет. Наши, когда с Евангелия в воскресенье идут, отмахиваются, а мне это не надо, а мне это не надо, а есть вечная жизнь, не надо. Епископы не верят в вечную жизнь. Не верят. Паства не верят в это, а какое духовное? Духовное, только если я верю, и туда иду. Жизнь дана для спасения души. Все приобрету от души, повредишь. Какой выкуп дашь? Если праведник едва спасается, нечестивый грешник где явится. Про епископа ни одного слова, нигде нету, ни в одной заповеди. Нету. Но они нужны. Да, нужны. Их ставят. И он должен быть здесь. А он бросил. А я при чем здесь? Он бросил и вез в автобусе шофер. Соскочил и убежал. Ну, увидел волка. Бежал, бросил. А при чем тут я? Ни при чем. Я теперь должен думать садиться за руль и везти машину. У меня выхода никакого нет. Мы ничего не образовывали. А если мы образовывали самочинное сборище, скажите, когда? И в какой момент? Вот в прошлом году он был не сборище у нас, митрополит. В какой момент? В какой день? Они ничего не могут ответить. Это злые, негодные люди. Злые делатели. Они не только не приобретают, они готовы разрушают. Это слуги дьявола. Ой-ой-ой. Но это не я говорю. Эти люди даже до демонов не доросли. И там Златоуз говорит. Дмитрий Смирнов выступает в Москве и говорит. У нас православных, правая рука патриарха. Какая вера? Братья и сестры, у нас бесовская вера. Бесовская. Это говорит протоиерей. Дмитрий Смирнов. Бесовская вера. А почему? Да дела бесовские делаем. Вот и весь сказ. Кто секта? Откололся сатана. И он свое сборище сделал. А это слуги дьявола. И они на нас попадают. А попадает только дьявляда. А Господь видит, что мы выдержим это все. Мы не шелохнемся умом. Мы надеемся на Бога. Признаем епископ. А сейчас придет епископ, со всякой честью его встретим. Мы его отрицаем? Нет. Благословимся? Рукоположен. Священники Игоря примем. Как мы отошли? Мы образовали. А какое сборище? То есть он нас переименует в сборище. Это вы сборище. Сборище разбойников. А священники это, говорит, разбойники на пути психем. А мы не благословим. Бог говорит, проклинаю ваше благословение. Почему они народа не считают? Никогда не считают. Они не считают житие святого Макария Александрийского. Что вместо причастия людям рот уголь толкают чертим. В храме. Почему вы об этом не говорите? Так это написано в житиях. Как вы поступали? Вот где сборище-то. А чтобы их не узнали, он на тебя это перекладывает. А ты улыбнись и скажи, как Бог меня хранит. О, я чуть не впал во всякую беду. Эти, которые даже у тебя соседку ушли. Куда они пошли? В сборище. Вот я хотела пример живой привести. Буквально. Соседи у меня надо мной живут. Вот она приходит. Я им давала почитать. Я, слава Божия, не туз. Держит к нему. Вот она мне приносит. Ой, мама у нас такая стала. Ой, а я? У нас комнаты здоровья. Я там вот в Бийске уже была. Мы везде организовываем эти комнаты. У нас храмы ходят, слепые. Видят. Все. Такое прямо блаженство. Она вся где-то парит в воздухе. Мать у ней ходила, была старостой у Капранова на занятиях. Вот мы были с вами тогда. Игорь с тобой были, когда вы выставили вас за дверь. Вот. Ну и что? А мы там Библию изучаем. И она, слушайте, она прям библейскими даже этими начала говорить. Да я такое блаженство приобрела. Я заговорила языками. Я языками заговорила. И она вся, вот я говорю, воздушная прямо. Такая счастливая, такая любовь ко всем. Вот и все. Православная. А я говорю, а мы ходили столько, причащались в церковь. Мы ничего не понимали. А вот здесь мы поняли все. И она называет епископа, а у Игнатия Тихоновича где-то он есть. Там уже епископ идет. Говорит, а вот кто его сопровождает там такой, такая тень? Журавлевки. Это журавлевки. А они ездят. Он приезжает, он ездит по всему Союзу. Везде эти комнаты организуют. Везде это все организуют. Вот как страшно это. Вот он организовал. А мы еще не организовывали. Совершенно ничего. К нам ни один канун не подходит. К нам только может быть самое трепетное отношение, что Бог так сделал. И вы устояли. У меня было что, с епископом собрались. Но я еще молод был. Как хорошо вы сделали, никуда не ушли. Теперь уже нам сказали, кто это клеветал. Его отлучили от церкви. Его извергли из сана. У меня были такие, на меня наталкивались. Полный разгром. И умер, когда запретили его даже отпевать священника. Протоирея. Вот так. А он тут начал говорить, я баптист, я к баптистам увел всю молодежь. Ну на нас огрушились, вышестоящий там митрополит, архиепископ. А оказалось, ничего этого нет. И теперь меня там обнимают, гладят в епархии. Да хорошо, что вы никуда не ушли. А зачем я ушел-то? Все обнаружилось. Да вот он какой. Ой-ой-ой. Это он на вас все говорил. Ты знаешь о ком? Павел Морозов. Священник. Вот какие, брат, дела. Ему не помогали. Ты будь верен до смерти. И дам тебе венец жизни. Богу. И везде, что отделились из Борища, мы никуда не отделялись. Куда мы отделялись? Мы сидим на месте. Организовывали. Даже в мыслях это не было. Мы только молились. А они там за кулисами эту проворачивают путинскую программу. Но это ваше участь. Нам об эти игры мы не играем. Мне душу спасти. Душу. А не жизнь эту маленькую. Так вот, простите меня. Так вот, в третье-то ездра и пишется. А? В третье-то ездра и пишется, что спасенных-то будет. Вот волна, огромная волна и капля, капля. Всего капля. Так вот, только капля спасенная-то будет. А волна-то это все будет. Да, какая туча. Сколько дождя, говорит, прошло, капелька спасается. Капля-капля только спасается. Или, говорит, печь прошла огненная и остатки дыма. Это то, что времени осталось. Это времени столько осталось. О чем ты толкуешь? О чем тогда можно? Ну все, на эту тему. Да. Мы поняли, что духовное касается спасения души. Да. И спасения нет, кого не зависит. Никого. Расстрелы олимпийскопов. Без всякого причастия мы спасемся. Его нету. Но я его признавал, что надо. Главное там внутри. Признание. А невозможность достать, это уже Бог так делает, чтобы не было возможности. Не я революции делал. Не будьте дети по разуму. Я каждый день благодарю за свободу, которую дал Бог нам. Невиданное и неслыханное. Притом, сам Бог дал. Давай. Продолжение. Дела плоти. 20-21 стих. Дела плоти известны далее. Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. А им говорят, причащайся, лишь бы епископ был. Вот такие все там и есть. А если такие, если все такие, так это обман. А вот ты вот этого не имей, и все. Толкование. И наказание, и награды. Сверх того, если бы страсти были свойствами природы, он не сказал бы поступающие так, но претерпевающие, потому что действие предполагает волю. Под враждой разумеет вражду несправедливую, ибо есть неприязнь несправедливая, которая происходит во имя веры и направляется против всех уклоняющихся от прямого пути. Ревностью называют другое ее проявление. Потому что ревность бывает и хорошей, когда кто подражает делающему добро, ревнует о добре. Но прекрасно сопоставил ересь и с распрями, и разногласиями, потому что всякая ересь происходит от зависти, и бесчинство от пьянства. Бесчинство ведь это наглые песни пьяных. Поэтому он сначала указал на причины, производящие это, а затем на то, что от них происходит. Закончился перечень дел плоти. Вопросы? Дальше пойдут дела духа. Лады духа распирать будем. Повеселее, может, будет. Дальше читаем. Ты это, говорит, читал такое? Ни нюхом, ни брюхом. Галатам 5, глава с 22 по 23 стих. Плот же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Толкование. Дела дурные происходят только от нас. Поэтому он и назвал их делами плоти, которые вместе с тем совершаются с усилием и напряжением. Добрые же дела требуют не только нашей заботливости, но и содействия свыше. Поэтому назвал их плодом духа, так как от нас дается семя, то есть произволение. Но чтобы стать ему плодом, это зависит от Бога. Корень же всех благ он полагает, во-первых, в любви, а потом в радости. Ибо любящий всегда радуется, даже и когда переносит зло. Потому что на причиняющего зло он смотрит как на благодетеля. Но радуется о Боге, так как все для него делает и переносит. И вследствие этого веселится с благой совестью. А от любви и радости он пользуется и миром душевным, потому что не волнуется помыслами и со всеми посторонними. А если, казалось бы, он и оказывает вражду к кому-нибудь, то враждует не против самих людей, а против их пороков. Он любит их, как братьев, и эту вражду он проявляет к их пользе, чтобы они справились. Долготерпение по Писанию тем, по-видимому, отличается от кротости, что долготерпеливый после долгого размышления непоспешно, но медлительно полагает соответственное наказание на грешника. А кроткий совсем прощает. Как, например, Моисей, простивший Мариам и Аарона, был назван кротким пред всеми живущими на земле. Благость же нечто более общее сравнительно с милосердием. Благ Господь ко всем вообще, но милосердие благодетельствует только достойным по выражению. Благотвори, Господи, добрым. Псалом 124, 4. И о вере говорит не о простой, но о той, которая двигает горами, которая, несомненно, верит, что невозможное у людей возможно для Бога. Но выше всего воздержание не от яств только, но и от всего дурного. Ибо душа, совершающая таковые дела духом, не имеет нужды в наставлении закона, будучи сама выше его, подобно тому, как от природы быстрые кони не нуждаются в бече. И в данном случае он устраняет закон не потому, что он плох, но потому, что он ниже подаваемой духом мудрости. Такое толкование большое. Подробно расписывают добродетели. Дома почитайте. Молись. 14 минут еще. 14? Да. 14 минут еще. 14 минут еще. 14 минут. Ну, до скорби. Почти до половины. Ой, до 10 минут? До 10 минут, да. До 10 минут. Ну, тогда вопросы, рассуждения о делах Духа Святого. Это очень важный вопрос. Вопрос. Да. Христа обвиняли, что он делает чудеса силой князя Бесовского. Основание для этого было какое-то или нет? Или они так просто старались осквернить его? Ну, там написано же. Что там? Ну, в субботу делал. Нет, не в субботу. Нет, говорили. Не только в субботу. Вообще. Ну, тогда основание сложно найти. Отчего они решили, что он силой князя Бесовского делает? А нет Бога. Веры их не было видно. То, что беден и нищ есть им был. Ну, беден и нищ, так бы было беден. А то Бесовского князя. Обвинение-то было вообще не выскажешь как большое. Почему? Я полагаю, они, наверное, от зависти это делали. Потому что... Как можно больше его принять. Очернить, да. Чтобы люди его не слушали. Чтобы люди к нему не подходили. Да, а шли, вот как обычно, там, в синагоги. А он ответил, гнали меня, будут гнать и вас. То есть точно так же будут говорить с сектантами, обзывать. Это он по-другому не может. Потому что он лжится, отец лжи. Христос сказал эти слова им, которые знали его. Интересно, я когда прочитал 8.44 Евангелия Теана, это, кажется, первый стих, который у меня в памяти сразу врезался. Значит, отец лжи. Всякая лошадь сатаны. Господи, сделай, чтобы я никогда лжи его слова не сказал. А те, которые что-то там говорят, они же ни за одно слово отвечать не могут. У меня были такие, я судился с ними. Ушли которые. И что? Они ничего не могли доказать. Тогда они начали, да это счастное мнение, это я не утверждал этого. И уже все уже там, это здесь на земле. А перед Богом-то каждое слово потянет вниз. А они, если бы верили эти, которые что-то говорят-то, да разве он мог бы это сказать? Под разными именами каждый день меняют имена свои, лезут, пахосят, матерятся, звонят. Мне сейчас звонят. И говорят, так, приготовьте, через 3 дня мы у вас будем, место там приготовьте. Никто, никого, нету, ничего нету. Дальше так, мы завтра к вам на собрание придем, разберемся там. Завтра к нам на собрание придут. Вот сегодняшний день прошел. Я писал вашим всем, то есть, я знаю, что если он лжет на каждом шагу, он часто причащается, это патриархийный. Самое лживое, что на земле есть, это они выковали такой контингент. Это вчера только было. На Найдю Муху вышли, там Петров какой-то. Ну, ну, выйди тогда, покажи лицо свое, где живешь, ничего нигде нету. А почему? Легко базарить, когда тебя за это не захватят. Ну, органы-то вычислят. Один там вышел, что-то начал говорить, да, в интернете тебя не найдут. Ну, и зашел там, где есть такие компьютерные залы, деньги заплатил, сел и поработал. Ну, он сел, запустил, только дело. Ну, прошло, говорит, минут, может, двадцать, бац, двери открываются, заходят новые люди. Так, какой номер, сразу быстро. Так, вот этот вот, пошли. А я что? Так, это ты отправлял. Уже все, вычислили, уже пришли, потому что там взвяхнули, взять его. Все кончилось. У нас тут один наш верующий брат. Мы, говорит, стоим, разговариваем, ну, где-то тут, на Калининой или где. Он, говорит, ну, идем дорогой, сколько говорим. Он, говорит, у тебя телефон работает? Он, говорит, нет. А все, что мы говорим, сейчас там записывается. Без телефона? Да, как это может быть? Давай проверим, заходит, все записано. Не включенные даже, я даже не верю. Мы даже не знаем, как далеко уже техника зашла. И поэтому они вот такие есть. Все подсматривают, глядят. Мы для них, это самое главное сегодня. Никто не говорит то, что мы говорим. Что надо жить свято. В церкви православной можно начать жить. Можно не быть подхаливом. Каноны соблюдать. Не быть доносчиком. Каноны соблюдать. Каноны соблюдать. Каноны соблюдать. Главное-то каноны. Они говорят, все это нельзя. Все можно делать. И мы доказываем, можно. Можно жить братской семьей одной. Мы сидим-то, ну, в Покровском соборе могут они сами собраться? Священника нет? Нет. Кто тебе позволит? Не могут. Они даже не знают, а что такое. И как батюшка говорит, там ему противоречат гуру. Какой это гуру-то? Один пишет, говорит, а у них есть гуру. Говорит, я узнал. Это говорит Иоанн Златоуз, который они все время считают. А гуру означает учитель. Это хорошее слово. Ну, ладно. Сталин был вождь? Конечно. Вождь. Но я бы подошел, сказал, дорогой вождь Иосиф Сталин. Ну, он бы обрадовался. Конечно. Но я бы подошел, сказал, дорогой фюрер Иосиф Сталин. Ему понравилось бы. То стрелял бы. А это одно и то же слово. Фюрер означает вести. Вождь. Но только звучит по-немецки применительно к какому-то другому. Смысл один. Фюрер и вождь – это одно и то же слово. Ну и все. Вот мы привыкли. Варвара – это хорошо. Варварой назвали. А варвара переводится грубая. О, опять грубую нам принесли. Уже по-другому будут глядеть. Вот переведи. Другого-то перевода нет. Варвара – это означает варвар, невоспитанный, грубый. Понимаешь, вот столько все бездуховно, бездумно где-то. И за каждое слово отвечают. За гнилое, за неправедное, за лживое. Ни один жест врань не поет. Они не верят в это. А вы что о них можете сказать? А еще говорить, я не знаю, я вижу, что они безобразничают. И попы их на это натравляют. Вот батюшка говорит, с этим 10 лет назад было. Но это было, это признано. После прощенного воскресенья они к нему подходят. Идущим в другую сторону стояли, вот ты, борода, козел, дурак. А другой стоит и священник рядом, да дай ему морду, вот на Игоря. И когда прощенное воскресенье, только что вышли из храма. Да они, я архиерею сказал, это ваши ученики, это волчатник. Они такими не были. Это вы их сделали такими жалостными. Подлыми. Воскресенье надо уголовным законом. Так я еще в форме стоял. Да еще одетый был. Они видели. Лучше, чем они. Как священник. Прощенное воскресенье. Самое смиренное в году. А на них не действует, это волчатник новый подрастает. Стая шакалов. Я должен среди них быть, да вы в уме или нет. Кошмар. Что в самом деле-то? Сдурели. Они потому и воют, что знают, что караван идет своей дорогой. Быть свободным от всего. Свободным. Только в Боге мы имеем это. Причем батюшка об этом вспомнил, а я как раз об этом не вспоминаю, редко вспоминаю. Как-то вот получилось так, что Игнатий Ильич стоял рядом и наблюдал. Он просто тогда наблюдал. Наблюдал. Получилось так, что он как-то оттолкнули так его в сторону. Там много было братьев и сестер. Я не подходил сразу. Я сразу встал в стороне. Да. И он в стороне стоит и наблюдает. А так темненько, не видно. И они тут как раз вот. И прям все проявилось. Ну как специально. Потому что мы как-то сами ходили и говорили, что на нас нападают все. Ну Игнатий Ильич, наверное, в душе все-таки не хотелось верить. А тут прям воочию все вот оно. И поэтому ему-то больше в память врезалось. Мне-то уже не первый раз они в морду хотели. Это семинаристы, местные семинаристы. В присутствии священника. Только что вышли из храма прощенную. Они такими не были. Это их сделала патриархия такими безжалостными, страшными. И он теперь определяет, кто секта. Да это даже до секты не доросли. Это изберги рода человеческого растут. Это сектант, самочинное сборище. Вот он и есть сектант. Он откололся от любви Божией. Это самочинное бесовское сборище. И никакой церкви там не имеют. В церкви такие могут быть. Церковь святая непорочная. Он о святой жизни понятия не имеет никакого. Никакого. Так они бреются и этим гордятся. Нам сам епископ сказал бриться. А нас сегодня Максим ругал. Ну стою там беседуем. И подходит семинарист ко мне всегда подходил. Здоровый такой. А нас сегодня сам Максим заставил бриться. Я говорю, как заставил? Ну как? Пришли, а у них там праздник какой-то был. Он один день их пропустил. А у них щетина вот такая. Однодневная щетина. У всех. И все. И он нам говорит, как поставил всех на линейку. И давай костерить. Вы что это тут? Так, молимся. Я пошел. Достойная святого истину. Молодцы, Тебя, Богородицу. Присноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего. Честнейшую Херубин. Их славнейшую без сравнения с Серафим. Без искренния Бога слова родшую. Сущую Богородицу Тебе мечтаем. Господи, благодарим Тебя за это занятие, за просвещение разума нашего словом Твоим и толкованием святых отцов. Тебе слава во веки и Бог. Аминь. Господи, услыши нашу молитву и прими воздияние рук, как жертву вечернего благоухания приятное. Владыка мира, соединяй нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле. Услыши, Боже, молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аминь. По славу Божию. Спаси Христос. Очень полновесное занятие, ответы все понятные. Ой. Ну, в общем... Нам есть еще вспомнить, как на метру там отказать.